Сура шестая. Скот. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю, и все, что в них, устроил мраки и свет. А потом, после этого разъяснения, те, которые стали неверующими, приравнивают кого-либо или что-либо своему Господу. Только Он, Аллах, тот, кто сотворил вас, вашего праотца Адама из глины, потом установил срок, определил сроки жизни для творений, и еще другой срок наступления дня суда назначен, определен у Него. А потом, после этого, вы, о неверующие, сомневаетесь в том, что Он воскресит умерших. И Он, Аллах, является Богом в небесах и на земле. Те, кто в небесах и на земле, признают Его единственным Богом и поклоняются только Ему. И Он знает ваше тайное, то, что вы скрываете, и явное, то, что совершаете открыто. И Он знает то, что вы приобретаете, какие дела совершаете, и воздаст Он вам за них. И какое бы знамение из числа знамений Аллаха, указывающих на то, что только Аллах является истинным Богом, и что Мухаммад является Его посланником, не пришло к ним, к многобожникам, они от Него отворачивались, не принимали и не веровали в Него. И уже отвергли они неверующие истину, пророчество Мухаммада и ту веру, закон и книгу, с которыми он был послан, когда она, та истина, пришла к ним. И вскоре придут к ним, к тем неверующим вести о том, над чем они насмехались. Когда они получат наказание, они узнают, к чему привели эти насмешки и издевательства. «Неужели они, эти неверующие, не видели, разве они не знают, сколько мы погубили поколений до них, которые тоже были неверующими, низведя им наказание уже в этом мире? Мы утвердили их, прежние поколения, на земле так, как мы утвердали вас, о неверующие, и мы посылали на них небо, облака, с обильными дождями и сделали так, что реки текли под ними, неподалеку от их жилищ. А потом мы погубили их, наказав за их грехи и воздвигли, создали после них, после погибших, другие поколения. «А если бы мы не спослали тебе, о посланник, с неба, какое-либо писание на листах, и они, эти многобожники, пощупали бы его, такое писание, руками, то те, которые стали неверующими, непременно сказали бы, «Это то, с чем ты пришел, о посланник, только очевидное колдовство». И сказали они, эти многобожники, «О, если к нему, к Мухаммаду, был бы Аллахом не спослан ангел с неба, а если мы не спослали бы ангела, то тогда дело непременно было бы решено, Аллах принял бы решение об их наказании гибелью, и потом им не было бы отсрочки для покаяния». И если бы мы сделали его, направляемого к ним посланника, ангелом, если уж они не удовлетворены Мухаммадом, то обязательно сделали бы его, того ангела, человеком, в образе человека, чтобы они могли разговаривать с ним, так как они не видят ангелов, и сделали бы для них неясным то, что они сами делают неясным. И даже в таком случае они сказали бы, что это лишь человек, а не ангел. «И уже в прошлом было так, что насмехались над посланниками, бывшими до тебя, о Мухаммад, так же, как и твой народ насмехается над тем, что ты доводишь до них истину. И постигло же тех, которые издевались, насмехаясь над ними, над посланниками, то наказание, над чем они насмехались. «Скажи им, о посланник, странствуйте по земле, путешествуйте и размышляйте, и затем посмотрите, получите назидание, каков был конец, какое наказание постигло возводящих лож. И остерегайтесь совершать то, за что вас тоже может постичь подобное наказание. «Скажи, о пророк, этим многобожникам, кому принадлежит то, что в небесах и на земле. Скажи, Аллаху, как вы это сами знаете. Поэтому служите и поклоняйтесь только Ему. Он предписал для самого себя, обязал себя проявлять милосердие и поэтому не спешит наказать своих рабов. Он непременно и обязательно соберет вас ко дню воскресения, относительно которого нет никакого сомнения. Те, которые нанесли убыток самим себе, своим неверием и многобожием, подвергли себя погибели. Они не уверуют в день суда. И Ему принадлежит все, что покоится ночью и днем. И Он всеслышащий и всезнающий. «Скажи, о посланник, тем, которые приравнивают Аллаху со товарищей. Разве кого-нибудь другого возьму я себе покровителем, кроме Аллаха, Творца небес и земли, когда Он питает все творения, а Его не питают? Скажи, о посланник, поистине, мне было повелено быть первым из тех, кто всецело предался Ему, первым из этой общины. И никак не будьте из числа многобожников. Скажи, о пророк, этим многобожникам. Поистине, я боюсь, если ослушаю своего Господа наказание дня великого, дня суда. От кого оно, то наказание, будет отведено в тот день, в день суда, того Он помиловал. И это, отведение того наказания, и есть явный успех. И если Аллах коснется тебя, о человек, вредом, бедой, бедностью, болезнью, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если Он коснется тебя благом, богатством, здоровьем, то ведь только Он над всякой вещью мощен. Никто не сможет лишить тебя этого. И Он, владычествующий, такой, перед которым смиряются все творения, и находится над своими рабами, и Он, мудрый в своем деле, и всеведающий, знает дела своих рабов. Скажи, о пророк, этим многобожникам, что может быть еще большим в качестве свидетельства тому, что я на самом деле являюсь посланником Аллаха? Скажи, сам Аллах является свидетелем между мной и вами, и внушен мне, Мухаммаду, откровением от Аллаха этот Коран, чтобы увещевать им вас, предупреждать о наказании, которое может постичь вас, и увещевать тех, до кого он, Коран, дойдет, до судного дня. Неужели вы, о многобожники, свидетельствуете, что вместе с Аллахом есть еще и другие боги, которым вы тоже поклоняетесь? Скажи им, о посланник. Я не свидетельствую тому, на чем вы утвердились. Скажи, поистине, Он есть Бог единственный, кроме которого никто не может быть Богом, и поистине, я не причастен к тому, что вы предаете Ему в сотоварищи. Не имею никакого отношения к тем ложным богам, которым вы также поклоняетесь. Те, которым мы даровали писание, иудеи и христиане, узнают его, пророка Мухаммада, по признакам, которые они читают в своих писаниях, как узнают своих сынов, а писание ожидаемого пророка полностью соответствует Мухаммаду. Те, которые нанесли убыток самим себе, стали неверующими, не признав Мухаммада пророком, они не уверуют. И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измышляет на Аллаха ложь, или отвергает его знамения, те доказательства, которыми он подкрепил своих посланников, поистине не обретут успеха притеснители. И пусть те, которые не принимают знамения Аллаха, остерегаются, дня суда, когда мы соберем их всех, потом скажем тем, которые предавали ему сотоварищей, многобожникам. Где ваши сотоварищи, божества, о которых вы утверждали, что они заступятся за вас перед Аллахом? Потом это их испытание, когда будет задан вопрос о ложных божествах, станет ничем иным, кроме лишь того, что они ложно скажут. «Клянемся Аллахом, Господом нашим, мы не были многобожниками». Когда они поймут, что Аллах не прощает поклонения кому-либо, кроме Него, они станут отрекаться от своего многобожия. Посмотри, подумай, о пророк, как они, многобожники, в день суда станут лгать на самих себя, оправдываясь за свое неверие. И скроется от них то, что они измышляли. Не будет заступничества ложных богов. И среди них, многобожников, есть такие, что прислушиваются к тебе, о посланник, когда ты читаешь Коран. Но из-за того, что они последовали за своими прихотями, мы положили на их сердца покровы, чтобы они не понимали его истину, которая есть в Коране, а в уши их глухоту, чтобы они не постигли его смысла. И какое бы знамение, доказывающее правдивость посланника, они не увидели, они все равно не верят в Него, в знамение, что даже когда они приходят к тебе, о посланник, припираясь, споря с тобой, то говорят те, которые стали неверующими. Это, то, что мы слышим, только выдуманные легенды древних народов. И они, многобожники, удерживают людей от Него, от пророка, и сами удаляются от Него, и этим самым они губят, ведут к погибели только самих себя, и при этом даже не чувствуют этого. Если бы ты, о посланник, видел, как они, эти многобожники, будут поставлены, задержаны перед огнем, адом, и скажут, «О, если бы мы были возвращены в земную жизнь, то мы не считали бы ложью знамение нашего Господа и были бы из числа верующих». Но открылось, стало представленным им неверующим в день суда то, что они скрывали раньше. Они знали, что то, с чем были направлены посланники Аллаха, является истиной, но скрывали это от своих последователей. И если бы они были возвращены обратно в бренный мир и была бы дана им отсрочка, то они непременно снова вернулись бы к тому, что запрещено совершать, к неверию и грехам. И поистине, они однозначно являются лжецами, в том, что обещают, что если бы вернулись, то уверовали бы в Аллаха и прожили бы жизнь, будучи верующими. И сказали они, эти многобожники, «Это жизнь, только наша земная жизнь, та, в которой мы живем, и мы не будем воскрешены после нашей смерти». И если бы ты, о, пророк, видел, как в день суда они, те, которые отрицают воскрешение, будут остановлены перед их Господом, чтобы он вынес свое решение по отношению к ним, он Аллах скажет, «Разве это воскрешение не истина?» Они скажут, «Да, клянемся Господом нашим, что это истина». Он, Аллах, скажет, «Вкусите же наказание за то, что вы были неверующими». Уже потерпели убыток те, которые посчитали за ложь встречу с Аллахом, не верили в день суда, а когда придет к ним час, наступит день суда, внезапно, они скажут, «О, горе нам за то, что мы упустили в ней, в земной жизни, и они понесут свои ноши, свои грехи на своих спинах». О да, как скверно то, что они понесут. И земная жизнь есть не что иное, как только игра и забава. А обитель вечности лучше для тех, которые остерегаются наказания Аллаха. Неужели вы, о многобожники, не сообразите? Поистине мы знаем, что тебя, о пророк, печалит то, что они, твой народ, говорят о тебе, называя тебя колдуном, поэтом, прорицателем и сумасшедшим. Поистине же они не считают тебя лжецом в своих душах, они знают, что ты полностью правдив, но, однако, притеснители, те, которые пытаются притеснить тебя и враждуют с тобой, отрицают знамение Аллаха о том, что ты правдив, и не верят в то, с чем ты явился к ним. И уже были отвергнуты посланники, бывшие до тебя, о Мухаммад. И они терпели то, что их отвергали и причиняли страдания, и продолжали призывать людей к истине, пока не приходила к ним наша помощь. И никто не изменит слово Аллаха. Если он обещал помощь, то она непременно придет. И уже дошли до тебя, о Мухаммад, вести о посланных, о прежних пророках, как Аллах даровал им свою помощь, и какое негодование и месть Аллаха пала на тех, кто притеснял их. А если тягостно для тебя, о пророк, их отвращение, то, что многобожники отворачиваются от твоего призыва, то если ты можешь отыскать проход в земле или лестницу на небо и прийти к ним с каким-либо знаменем, доказательством о своей правдивости, но не из числа тех знамений, которые тебе дает Аллах, то сделай это. Если бы Аллах пожелал, то он непременно собрал бы их на прямом пути, сделал бы так, что они уверовали бы. Но, однако, по своей мудрости он этого не сделал. Поэтому не будь, о Мухаммад, из числа невежд, которые не знают о мудрости Аллаха и не терпят пресильной печали. Поистине отвечают на призыв к истине только те, которые слушают, чтобы принять ее, а мертвых воскресит Аллах, потом к нему они будут возвращены, и он воздаст им по их деяниям. И сказали они, многобожники, высокомерно, «О, если бы было не спослано ему, Мухаммаду, некое знамение, чудо от его Господа, как верблюдица Салиха, посох Мусы или трапеза Исы, что послужило бы доказательством его правдивости. Скажи им, о Посланник, «Поистине Аллах могущ, чтобы не спослать знамение, но, однако, большая часть их не знает, что знамения не спосылаются лишь по мудрости Аллаха. И нет ни одного животного на земле и ни одной птицы, летающей в небе на своих двух крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам, о люди. У каждого вида творения есть свои особенности и свой уклад жизни». Не упустили мы в книге, в хранимой скрижали, ничего, в ней записано все, что произойдет до дня суда. Потом в день суда, к своему Господу, они будут собраны для расчета и воздаяния. А те, которые отвергли наши знамения, глухие, они не слышат того, в чем для них есть польза. Ни мы не говорят истину, и они пребывают во мраках неверия, не видят истину. «Кого желает Аллах, того он вводит в заблуждение, лишая своего содействия, а кого желает, того делают идущим по прямому пути». Скажи, о пророк, этим многобожникам. Думали ли вы о том, что если придет к вам наказание от Аллаха или придет к вам час наступить день суда, разве к кому-нибудь помимо Аллаха вы будете обращаться с мольбами, чтобы обрести спасение? Если вы правдивы в своих словах, что божества, которым вы поклоняетесь наряду с Аллахом, помогут вам. Наоборот, к нему, к Аллаху, вы обращаетесь с мольбой. И избавляет он от того, о чем вы просите, от постигшей беды, если пожелает. И в тот миг вы забываете тех, которых предаете ему, сотоварищи, оставляете свои ложные божества. И вот уже мы посылали пророков к народам, которые были до тебя, о Мухаммад, и они призывали свои общины к единобожию и покорности Аллаху. Но те общины не признавали своих пророков, и схватывали мы их нуждой, крайней бедностью и бедой, болезнями, надеясь этим, что они смирятся перед своим Господом и станут поклоняться только Ему. О, если бы, когда приходило к ним, к неверующим из прежних общин, наша ярость, наказание, они смирились перед Аллахом. Но очерствели их сердца, они перестали внимать наставлениям, и сатана разукрасил им, представил прекрасным то, что они делали, многобожие и грехи. А когда они забыли то, о чем им напоминали, отвернулись и оставили исполнение того, что им было повелено Аллахом, мы открыли перед ними ворота всего, дали обильный удел и благодатную жизнь, чтобы они увлеклись этим. А когда они радовались тому, что им было даровано, мы внезапно схватили их, подвергли наказанию, и вот они оказывались в полном отчаянии. И были истреблены до последнего те люди, которые совершали притеснения, которые не уверовали в Аллаха и отвергли его посланников. И хвала Аллаху, Господу миров, за то, что он помог своим сторонникам и погубил их врагов. Скажи, о пророк, этим многобожникам, думали ли вы о том, что если Аллах заберет ваш слух и зрение и наложит печать на ваши сердца, и вы перестанете размышлять и понимать, то какой Бог, кроме Аллаха, доставит вам это, вернет слух, зрение и разум. Посмотри, о пророк, как мы распределяем знамения, доказательства. Потом они отворачиваются от размышлений над этим. Скажи, о пророк, этим многобожникам, думали ли вы о том, что если придет к вам наказание Аллаха внезапно, когда вы не ожидаете его, или открыто, когда вы видите его, разве будут погублены еще кто-либо, кроме людей, которые были притеснителями, которые перешли границу запрета и совершали поклонение кому-либо еще, кроме Аллаха, и отвергли его посланников. И мы отправляем посланников только вестниками, которые возвещают радостную весть тем, которые стали покорными Аллаху, что им обещан рай, и увещевателями, которые предостерегают тех, кто стал неверующим, и кто ослушался Аллаха, что им обещан ад, а не для исполнения тех чудес, которые требуют от них неверующие. И кто же уверует и станет праведным в своих деяниях, не будет над ними страха в день суда от наказания Аллаха, и не будут они опечалены, что упустили чего-то в своей земной жизни. А тех, которые отвергли наши знамения, аяты Корана и другие чудеса, коснется их наказание за то, что они были непокорны Аллаху. «Скажи, о пророк, этим многобожникам, не говорю я вам, что у меня есть сокровищница Аллаха, что я распоряжаюсь ими, и не говорю я вам, что знаю сокровенное, и не говорю я вам, что я ангел. Я лишь следую за тем, что мне внушается, как откровение от Аллаха, и довожу его до людей. Скажи, о пророк, этим многобожникам, разве равны слепой неверующий, который не видит знамений Аллаха, и зрячий верующий? Неужели вы не станете размышлять над знамениями Аллаха, чтобы увидеть истину и уверовать в Него? Увещай, предостерегай, о пророк, этим Кораном тех, которые боятся быть собранными к их Господу, верующих, которые верят в обещания Аллаха, о награде и наказании, для которых нет помимо Него покровителя, помощника и заступника, чтобы они остерегались наказания Аллаха, исполняли Его повеления и отстранялись от того, что Он запретил. Не отгоняй, о пророк, от себя бедных верующих, которые взывают к Господу своему по утрам от рассвета до восхода солнца и по вечерам перед закатом, желая своими праведными деяниями, увидит лик Его. На тебе, о пророк, нисколько не лежит ответственность за расчет с ними, ты не будешь отвечать за их грехи, если они грешны, и на них нисколько не лежит ответственность за твой расчет, чтобы тебе стоило прогонять их и этим самым оказаться из числа притеснителей. Этот аят был неспослан, когда многобожники сказали посланнику Аллаха, «Если ты, Мухаммад, прогонишь этих от себя, то мы будем приходить к тебе и присутствовать на твоих собраниях». Оттабари. И так испытывали мы одних из них другими, богатых – бедными, знатных – простыми. Чтобы они, богатые и знатные, сказали, «Неужели этим среди нас Аллах оказал милость, даровав им веру? Разве Аллах не лучше знает благодарных, тех, кто благодарен ему за его благодеяние и содействует им в вере?» И когда приходят к тебе, о, пророк, те, которые веруют в наше знамение, спрашивая о покаянии, то скажи им, «Мир вам!» Предписал Господь ваш для самого себя, обязал себя проявлять милосердие. Так что кто из вас совершит плохое, грех, по неведению, не представляя себе итог этого греха и забывая о величии Аллаха, а потом раскается после этого и исправит, совершая благие деяния, то он прощающий грехи тех, кто кается, и милосердный к ним. Итак, как были разъяснены в этой суре доказательства, указывающие на заблуждение многобожников, мы разъясняем знамение, все, что касается веры, и чтобы этим самым еще и проявилась ложность пути бунтарей, многобожников. «Скажи о пророк этим многобожникам, поистине, мне запрещено поклоняться тем, кого вы призываете, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха. Скажи им, не последую я за вашими прихотями, так как тогда в таком случае я оказался бы впавшим в заблуждение и не был бы из числа идущих истинным путем. Скажи о пророк этим многобожникам, «Поистине, я опираюсь на ясное знамение, доказательство от своего Господа, которое он дал мне откровением, а вы считаете это ложью. Нет у меня того, с чем вы торопите, не могу я ускорить наказание Аллаха для вас. Решение о наказании и о другом только у Аллаха. Рассказывает он истину, и он лучший из разъясняющих. Он по своей мудрости разделяет истину от лжи. «Скажи, о посланник, если бы у меня было то, с чем вы торопите, если бы от меня зависело не с послания наказания на вас, то непременно было бы решено дело между мною и вами, я бы ускорил его. Ведь Аллах лучше знает притеснителей, многобожников, и лучше знает ускорить наказание или задержать его. Но у него ключи сокровенного, знание о начале дня суда, где и когда будет идти дождь, что произойдет в будущем, где умрет человек. Не знает это никто, кроме него. И он знает все, что на суше и на море. И какой бы лист растения не упал, он знает об этом, он знает, когда и куда упадет этот лист. И нет ни одного зерна во мраке земли, и нет ничего свежего или сухого, чего не было бы в некой ясной книге в хранимой скрижале. И только он, Аллах, тот, кто упокаивает вас ночью, забирает ваши души во время сна, и это подобно тому, как он забирает души во время смерти, и знает, что какие дела вы обретаете днем, потом он воскрешает вас в нем. Вы просыпаетесь в начале дня, чтобы завершился назначенный срок, чтобы был исполнен срок жизни человека в этом мире. Потом к нему предстоит ваше возвращение, когда вы воскреснете, и потом он сообщит вам, что вы делали в земной жизни, и воздаст вам подеянием. И он, владычествующий, такой, перед которым смиряются все творения, и находится над своими рабами, и посылает он для вас хранителей, ангелов, которые подсчитывают и сохраняют деяния людей. А когда приходит кому-нибудь из вас смерть, наши посланцы, ангелы, упокоят его. Ангел смерти забирает душу, и другие ангелы возносят ее. А они, ангелы, ничего не отпускают из того, что им повелевается. Смотрите подобное в Суре 39. Аят 42. Потом, после воскрешения, будут они, рабы, возвращены к Аллаху, их истинному покровителю. О да, ему принадлежит решение, он будет судить и решать в день суда, и он самый быстрый из производящих расчет. Скажи о пророк этим многобожникам. Кто спасет вас во время ваших дальних поездок от мраков суши и моря, от трудностей и страха в них? Кому вы взываете с мольбой, со смирением и тайно, если ты спасешь нас от этого, мы непременно будем из числа благодарных тебе, никому, кроме тебя, не будем поклоняться. Скажи им, о посланник, Аллах спасает вас от этого, от трудностей и страха, и от всякой беды, потом вы предаете ему сотоварищей, совершаете многобожие. Скажи, о пророк, он, Аллах, может наслать на вас наказание сверху вас, камни с неба, наводнения, или из-под ваших ног землетрясения, и облечь обратить вас в разные враждующие партии, и дать вкушать одним из вас ярость других, устроить между вами войну. Посмотри, о пророк, как мы распределяем знамени, доказательства этим многобожникам, чтобы они поняли их и взяли себе из них наставление. И народ твой, о посланник, отверг его Коран, в то время, как он, Коран, является истиной во всем. Скажи им, «Не являюсь я за вас поручителем, наблюдателем и хранителем, я всего лишь посланник Аллаха, который доводит до вас то, с чем он послал меня». У каждого сообщения, о котором сообщил Аллах, есть установленное время, когда оно точно происходит, и вскоре вы, о неверующие, узнаете правдивость этих сообщений, когда они произойдут, когда на вас падет наказание Аллаха. А когда ты, о посланник, увидишь тех многобожников, которые погружаются в пустословие, о наших знамениях, насмехаются над аятами книги Аллаха, порочат или пытаются отвергнуть их, то отвернись, отдались от них, пока они не погрузятся в какой-нибудь другой рассказ. И если сатана заставит тебя забыть это повеление, то ты после напоминания, после того, как вспомнишь, не сиди с людьми, которые являются притеснителями. На тех, которые остерегаются наказания Аллаха, которые исполняют его повеления и отстраняются от того, что он запретил, нисколько не лежит ответственность за расчет с ними. Они не будут отвечать за грехи тех, которые насмехаются над аятами Корана. А на них лежит ответственностью только напоминание, чтобы они затем стали остерегаться наказания Аллаха и удержались от своих лживых речей. И оставь, о пророк, тех, которые свою веру и слам принимают как насмешку и забаву, насмехаясь над ней, и которых обольстила, обманула земная жизнь своими красотами, что они стали говорить «нет будущей жизни». И напоминай при помощи него Корана, что душа будет обречена на погибель за то, что она приобрела, за свое неверие и грехи. Нет у нее, помимо Аллаха, покровителя, помощника, который спас бы от наказания и нет заступника, который заступился бы перед ним. Если она предложит какую угодно замену, чтобы искупить себя от наказания, то она замена не будет взята от нее. Такие это те, которые обрекли себя на погибель тем, что они приобрели своим неверием и грехами. Для них питье из кипятка и мучительное наказание за то, что они совершали неверие. Скажи, о пророк, этим многобожникам. Неужели мы станем призывать поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит пользу нам ни в этом мире, ни в вечной жизни и не вредит, если мы не будем поклоняться ему? И ведь если мы сделаем это, то будем обращены вспять, возвращены в заблуждение после того, как Аллах наставил нас на истинный путь, даровал веру и сделал покорными ему. И возвращающийся к заблуждению подобен тому, кого обольстили шайтаны, затмили ему разум, и он заблудился на земле, и он растерян. У него, у этого заблудшего есть товарищи, которые зовут его к истинному пути. Иди к нам, а он отказывается. Скажи, о пророк неверующим, поистине, лишь путь Аллаха есть истинный путь, и нам всем повелено полностью предаться Господу миров, и также нам повелено, совершайте молитву и остерегайтесь его наказания, и только он, Аллах, тот, которому вы все будете собраны в день суда. И он, Аллах, тот, кто сотворил небеса и землю, и все, что в них, поистине, в совершенном виде, по своей мудрости, с определенной целью. И помни, пророк, как в день, в день воскрешения, когда он скажет, будь день воскрешения, и он будет, наступит, сразу же по его повелению. Слово его, истина, и только ему одному принадлежит власть в тот день, когда будет дунуто в трубу на воскрешение творений, знающий все сокровенное и явное, и он мудрый, ведающий. И вот, чтобы доказать несостоятельность многобожия, сказал пророк Ибрахим отцу своему Азару, неужели ты берешь идолов себе за богов, которые не могут причинить ни пользы, ни вреда? Я вижу, что ты, о, отец мой, и твой народ пребывает в явном заблуждении, поклоняясь им. Итак, мы показываем Ибрахиму власть всемогущества Аллаха над небесами и землей, чтобы он был из числа убежденных, не имеющих никакого сомнения верующих. И когда покрыла его ночь, когда стало очень темно, он, Ибрахим, увидел самую яркую в небе звезду, и чтобы доказать, что их поклонение звездам неправильно, и желая того, чтобы они стали единобожниками, сказал, вы утверждаете, что это Господь мой, когда же она закатилась, скрылась, он сказал, я не люблю закатывающихся, не желаю поклоняться таким. Когда он, Ибрахим, увидел восходящую луну, то сказал своему народу, вы утверждаете, что это Господь мой, когда же она закатилась, он сказал, если Господь мой не наставит меня на истинный путь, то я окажусь одним из заблудших людей. Когда же он, Ибрахим, увидел восходящее солнце, то сказал своему народу, вы утверждаете, что это Господь мой, так как оно больше других, когда же оно зашло, он сказал, о народ мой, Я не причастен, не имею никакого отношения к тому, что вы предаете сотоварищей Аллаху. Поистине, я в своем поклонении обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и землю, будучи Ханифом, единобожником, и я не из числа многобожников». И припирался, спорил с ним, с Ибрахимом, его народ. Он сказал, «Неужели вы станете припираться со мной относительно Аллаха, в то время, как он наставил меня на истинный путь? Если же вы меня запугиваете своими божествами, что они причинят мне вред, то я не боюсь того, что вы предаете ему сотоварищей, если только чего-либо не пожелает мой Господь. Объемлет мой Господь всякую вещь знанием, неужели же вы не опомнитесь? И как же мне бояться тех, которых вы предали ему сотоварищей, ложных богов, когда вы, о многобожнике, не боитесь того, что предали Аллаху сотоварищей то, на что он не ниспослал вам никакого доказательства, чтобы их называть богами и служить им? Какая же из этих двух партий, многобожников и единобожников, более заслуживает безопасности от наказания Аллаха, если вы знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру несправедливостью, не примешали к своей вере многобожия, такие им обещана безопасность, и они идущие истинным путем. И это наш довод, который мы даровали Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем степенями тех, кого желаем и в этом мире, и в вечной жизни. Поистине Господь твой, мудрый и знающий. И даровали мы ему, пророку Ибрахиму, сына Исхака и внука Якуба, всех мы наставили на истинный путь. И также Нуха наставили мы на истинный путь еще раньше до Ибрахима, Исхака и Якуба. И из потомства его Нуха наставили мы на истинный путь Дауда, Сулеймана, Айюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. И так как даровали мы этим пророкам наставление на истинный путь, мы вознаграждаем искренних добродеющих. И так же мы наставили на истинный путь Закарию, Яхью, Иису и Ильяса. Все они были из числа праведных. И так же мы наставили на истинный путь Исмаила, Альяса, Юнуса и Лута. И всех этих посланников мы превознесли над мирами, над людьми, которые жили с ними в одно время. И так же мы наставили на истинный путь тех, кого мы пожелали, из отцов их, потомков их и братьев их. Мы избрали их для нашей веры и для доведения нашего послания и повели их на прямой путь к полному единобожию. Это путь Аллаха, которым он ведет, кого желает, из своих рабов. А если бы они, пророки, предали бы ему сотоварищей, то непременно тщетным для них оказалось бы то, что они делали. Эти пророки являются теми, которым мы даровали книгу, мудрость, знание и понимание закона Аллаха. И пророчества избрали их для доведения до людей откровения Аллаха. Если окажутся неверующими в них в аяты Корана эти мекканцы и другие, то мы поручили их аяты Корана людям, которые в них не являются неверующими, веруют полностью в книгу Аллаха. Это мухаджиры, ансары и те, кто последовал за ними до дня суда. Такие эти пророки, это те, которых наставил Аллах на истинную веру, и по их руководству следуй и ты, о посланник, скажи этим многобожникам, не прошу я у вас за это, за призыв к поклонению только Аллаху награды, ведь награда моя только у Аллаха. Это Коран, только напоминание для миров, для всех людей. И не почтили они, многобожники, Аллаха должным образом, когда сказали, ничего не не спасал Аллах человеку. Скажи им, о пророк, если это так, тогда кто не спасал книгу, с которой пришел Муса, Тору, как свет и руководство для людей. Вы, о иудеи, помещаете ее, Тору, на листках, открывая часть ее и скрывая многое. И вы, о арабы, научены тому Корану, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи, Аллах тот, который не спасал его, Коран. Потом оставь их забавляться в их пустых разговорах. И это Коран, книга, которую мы не спасали тебе, о Мухаммад, благословенная, в ней великая польза, и подтверждает она истинность того, что было не спаслано до нее. И не спасла ли мы ее, чтобы ты увещевал, предостерегал, мать городов и селений, самый главный город, Мекку, и тех, кто кругом ее, жителей всех краев земли. И те, которые веруют в вечную жизнь, веруют в него, в Коран, и они берегут свою молитву. И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измыслил на Аллаха ложь, сказав, что Аллах не посылал посланников из числа людей, или сказал, неспослано мне от Аллаха, но не было ему неспослано ничего, или чем тот, кто сказал, я не спошлю подобное тому, что низвел Аллах, Коран. Если бы ты, о Пророк, видел, как притеснители будут пребывать в пучинах смерти, трудно умирать, а ангелы, которые забирают их души, простирают руки к ним с наказанием и говорят им, «Сами выведите свои души! Сегодня будет вам воздано унижающим наказание за то, что вы говорили на Аллаха неистину и превозносились над Его знамениями». «И вот вы пришли к нам, для получения расчета, одинокими, как мы сотворили вас в первый раз, босыми и нагими, и вы оставили то, что мы вам даровали, богатства, которыми наделили вас за вашими спинами в земной жизни и в вечной жизни. Мы не видим с вами ваших заступников, те ложные божества, о которых вы утверждали, что они божества среди вас, в вашем поклонении, являются сотоварищами Аллаху». «Уже разорвана связь, которая была между вами в земной жизни, и исчезла от вас то, что вы утверждали, что якобы божества являются сотоварищами Аллаху». «Поистине, Аллах раскрывает зерно, чтобы оно дало побег, и косточку, чтобы из него выросло дерево. Выводит Он живое из неживого, человека из семени, птицу из яйца, и выводит неживое из живого, семя из человека, яйцо из птицы. Вот таков вам Он Аллах! Но до чего же вы отвращены от истины, поклоняясь кому-то, кроме Него? Выводит Он рассвет, и ночь делает покоем, временем, когда отдыхают люди, и сделал солнце и луну двигающимися по точному расчету. Таково установление Аллаха, величественного в своем владычестве, знающего, который знает все. И только Он Аллах, Тот, Кто устроил для вас, о люди, звезды, чтобы вы находили по ним путь во время дальних поездок в темноте суши и моря. И вот уже мы разъяснили знамения, ясные доказательства для людей, которые знают о величии Аллаха. И только Он Тот, Кто создал вас, о люди, из одной души, из вашего праотца Адама, и сделано для вас место пребывания у трубы матери и место хранения чресла отцов. И вот уже мы разъяснили знамени, ясные доказательства для людей, которые понимают приводимые доказательства. И только Он Аллах, Тот, Кто не звел с неба с облаков воду дождь, и затем мы вывели, произрастили, благодаря ей, дождевой воде, всякую растительность. И мы вывели из нее зелень, молодые побеги, из которой затем выведем зерна, расположенные в ряд, подобные колоссиям злаков. И выводим мы из пальм, из их завязей, гроздья, свисающие низко, и выводим мы сады из винограда, и маслину, оливковые деревья, и гранаты, которые похожи на вид и не похожи на вкус. Посмотрите, о люди, на плоды этого, когда они, эти растения, приносят плоды и на созревание их. Поистине, в этом однозначно содержатся ясные знамения для людей, которые веруют. И устроили они, эти многобожники, Аллаху со товарищами, ему, джинов, в то время, как он создал их, и многобожников, и те божества, которым они поклоняются. И они, многобожники, ложно приписали ему сынов и дочерей, без всякого знания, по своему невежеству, сказав, что Узайр – сын Аллаха, а ангелы – его дочери. Приславен он и превыше того, что они, многобожники, ему приписывают. Аллах – Творец небес и земли, который создал их без прообраза. Как будет у него сын, раз не было у него супруги, и когда он создал всякую вещь, все, и когда только он о всякой вещи обо всем знает. Вот таков вам он, Аллах, Господь ваш. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него, Создатель каждой вещи, всего. Поклоняйтесь же только Ему одному, и ведь Он всему сущему является покровителем, хранителем и свидетелем. Не постигают Его взоры, не достигают взоры до Него в этом мире и в вечной жизни не объемлят Его, а Сам Он постигает взоры, и ведь Он добрый к Своим рабам и всеведающий. Уже пришли к вам, о люди, наглядные знамения, ясные доказательства от вашего Господа, аяты Корана, в которых разъяснен путь к спасению. Кто узрел и уверовал в то, на что они указывают, то для самого себя же Он спасется и будет счастлив. А кто слеп, не видит явной истины, то Его слепота против Него самого, Он Сам себя этим обрекает на вечную погибель. И скажи им, о посланник, и я для вас не хранитель, я не ответственен перед Аллахом за ваши неверия. И таким образом, как мы в Коране привели ясные доказательства, мы распределяем, всесторонне разъясняем знамения, доказательства относительно всего того, что они не знают, что они, жители Мекки, когда ты читаешь книгу Аллаха, даже говорят, ты, о Мухаммад, учился у людей Писания. И распределяем мы знамения, чтобы разъяснить это истину людям, которые знают, верующим. «Следуй тому, что внушается тебе, о Пророк, откровением от твоего Господа, исполняй Его повеление и сторонись того, что Он запретил. И самое главное, Его повеление – это призыв. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него, и отвернись от многобожников». Верующие увидят своего Господа в вечной жизни, но при этом они не охватят Его взором. «Если бы захотел Аллах, чтобы эти многобожники не брали себе никого, кроме Него, Богом, то они не предавали бы Ему сотоварищей, Он сделал бы их верующими. Однако Аллах Всевышний по Своей мудрости дал людям волю и право выбора. «И не сделали мы тебя, о Посланник, хранителем их, и не являешься ты, о Посланник, за них поручителем, не поручено тебе сделать их верующими. Ты лишь Посланник от Аллаха, и твоя обязанность только доводить до них то, что Он повелел тебе. И не ругайте, о Верующие, тех, которых они, многобожники, призывают, которым поклоняются помимо Аллаха, а то они станут ругать Аллаха из вражды и без всякого знания по невежеству». «Так, как мы украсили этим многобожникам их плохие деяния, разукрасили мы каждое общение Ее дело, повинующимся представили красивым повиновение, а ослушникам – неповиновение. Потом к их Господу предстоит их всех возвращение, и возвестит Он им то, что они делали в земной жизни, и воздаст им за все их деяния. И поклялись они, эти многобожники, Аллахом, сильнейшей из их клятв, что если придет к ним знамение, чудо, которое они просят у пророка, они обязательно уверуют в него, в то знамение. Скажи им, о Мухаммад, знамение у Аллаха, а не у меня. Любое знамение происходит только по воле и могуществу Аллаха. И что вам, о Верующий, дает чувствовать, откуда вы знаете, что когда они, эти знамения, придут, они, многобожники, уверуют или не уверуют в них? И мы переворачиваем сердца их и взоры, и мы препятствуем им уверовать. И даже если им явить такие чудеса, которые они просят, то они все равно не уверуют, как они не уверовали в это в первый раз, как не уверовали в прежние чудеса, как, например, раскалывание Луны. И мы оставляем их скитаться слепо в своем беспределье, заблуждении. А если бы мы, по требованиям этих многобожников, не звели на них ангелов с неба, и ожили бы и заговорили с ними умершие, и собрали бы мы перед ними все, что они просят показать прямо перед ними, то они ни за что не уверовали бы, если только не пожелает Аллах. Но однако большинство их, неверующих, пребывают в невежестве. И так, как мы сделали этих многобожников твоими врагами, о Мухаммад, мы каждому пророку сделали врагов, шайтанов, из людей и джинов, поэтому проявляя терпение, как терпели прежние пророки. Одни из них, шайтанов, внушают другим украшенную ложью речь, обольщая, обманывая слушающего, чтобы сбить его с истинного пути. А если бы пожелал Господь твой, они, шайтаны, этого не сделали бы, но это происходит как испытание от Аллаха. Оставь же их и то, что они измышляют, так как Аллах достаточен для тебя, как помощник против их козней. И пусть склоняются к ней, к украшенной речи, сердца тех, которые не верят в вечную жизнь, и пусть они удовлетворяются ею, той речью, и пусть приобретают из грехов то, что они приобретают. Скажи, пророк, этим многобожникам, «Разве кого-либо, кроме Аллаха, пожелаю я судьей, который рассудил бы между мной и вами, в то время как он является тем, кто не спасал вам книгу, Коран, подробно разъяснив ее, в ней ясно разъяснено то, относительно чего вы спорите. А те, которым мы даровали Писание, Тору и Евангелие, знают, убеждены, что она, эта книга, Коран, низведена от Господа твоего, с истиной, такой, которая содержит только истину. И не будь же, о пророк, сомневающимся, относительно того, что мы дали тебе, как откровение». «И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью». Коран является полной истиной в том, что сообщается в нем, и полной справедливостью в своих положениях и решениях. Нет изменяющего словам его, никто не изменит слово Аллаха, ведь он всеслышащий и всезнающий. «И если ты, о пророк, станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, неверующим, они собьют тебя с пути Аллаха, с истинной веры. Они в вопросах веры и поклонения следуют только за предположением, за своими предками, полагая, что это и есть истина, и они только лгут». Ат-Табарий сказал, «Аллах Всевышний сказал, большинство тех, кто на земле, так как на тот момент большинство тех, кто на земле, были заблудшими и неверующими. Поистине Господь твой таков, что Он лучше, чем кто-либо знает тех, кто сходит с Его пути, и Он лучше знает идущих прямым путем. И ешьте же из того, что вы зарезали, то, над чем при заклании было помянуто имя Аллаха, если вы в Его знамение истинно веруете. И что с вами, о верующие, что вы не едите того, над чем помянуто имя Аллаха? И ведь Он уже разъяснил вам, что вам запрещено, кроме как только если вы не вынуждены есть запретное. Смотрите суру корово, аят 173. И поистине многие вводят других заблуждения по своим прихотям, позволяя запретное и запрещая дозволенное, без всякого знания, по невежеству. Поистине твой Господь лучше знает приступающих, тех, кто приступают границы в этом. Многобожники сказали верующим, «Вы утверждаете, что сами поклоняетесь Аллаху, тогда то мертвечина, что убил сам Аллах, более заслуживает того, чтобы его ели». И затем был ниспослан этот аят. Ибн Аббас. «И оставляйте, о люди, и явный грех, и скрытый, все виды ослушаний. Поистине тем, которые приобретают грех, будет воздано за то, что они совершали. И не ешьте, о верующие, из того, что было зарезано, то, над чем при заклании не было помянуто имя Аллаха. И ведь поистине это кушать такое мясо означает, однозначно является непокорностью Аллаху». И поистине шайтаны, конечно же, внушают своим сторонникам, чтобы они припирались с вами, говоря, что можно есть мертвечину. А если вы, о верующий, подчинитесь им в дозволении мертвечины, то тогда поистине вы однозначно станете многобожниками. «Разве тот, кто был мертвым, пребывал в погибельном неверии, и затем мы оживили его верой и дали ему свет, сделали его последователем пророка, с которым со светом он идет среди людей, как тот подобен тому, кто по своему примеру пребывает во мраке, в невежестве, заблуждении, и не может выйти из него. Так разукрашено неверным то, что они делали». И вот таким образом, как предводители мекканцев отвращают людей от закона Аллаха, мы делали в каждом селении, городе, стране, селении, самых главных предводителей того селения, бунтарями его, селения, чтобы они строили козни там, в селении, но строят козни они только против самих себя, и не ощущают этого. А когда придет к ним, к мекканским многобожникам, знамение, явное доказательство того, что Мухаммад действительно является посланником Аллаха, то самые влиятельные из них говорят, «Не уверуем мы в то, что Мухаммад является посланником Аллаха, пока нам от Аллаха не будет дано то же, что было дано посланникам Аллаха, чудеса Аллаха, которые давались прежним пророкам». Но Аллах лучше знает, где установить свое послание, кого из людей избрать пророкам и посланникам. Но уже вскоре постигнет тех, которые взбунтовались, унижение перед Господом и сильное наказание в аду за то, что они ухищрялись против ислама и верующих. Кого же Аллах пожелает наставить на истинный путь, тому Он раскрывает его грудь, душу для ислама, единобожия и полной покорности Ему. А кого Он пожелает ввести в заблуждение, лишая своего содействия к вере, тому Он делает его грудь, душу узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо и испытывает затруднения в дыхании. Так Аллах насылает наказание на тех, которые не веруют в Него. И это то, что мы разъяснили тебе, пророк, прямой путь Господа твоего. И вот уже мы разъяснили знамени, ясные доказательства для людей, которые внимают увещанием, получают пользу от этого. Для них, для получающих пользу от знамени Аллаха, будет наградой обитель мира у их Господа, рай, ведь Он является их покровителем, помощником и сторонником за те праведные деяния, что они делали. И в тот день, в день суда, когда Он, Аллах, соберет их всех, неверующих, и их сторонников из числа шайтанов, скажет Он, «О сонн, сборище джинов, вот вы уже многих из людей ввели в заблуждение», и скажут их сторонники из людей, неверующие, «Господи, одни из нас пользовались другими, и достигли мы нашего предела, срока окончания жизни на земле, который Ты нам назначил». Он, Аллах, скажет, «Огонь, ад, Ваше место для вечного пребывания в нем, если только не пожелает Аллах и Нола, поистине Господь Твой мудрый и знающий». Итак, как мы дали власть шайтанам, джинам, над неверующими людьми, одним притеснителям даем мы в этом мире власть над другими за то, что они приобретают, за их грехи. «О сонм, сборище неверующих джинов и людей! Разве не приходили к вам посланники от Аллаха из числа вас самих же, которые рассказывали вам мои знамения, в которых содержались мои повеления и запреты и разъяснения того, что есть благо и зло, и предупреждали вас о встрече с этим вашим днем, то, что вы встретите день суда? И скажут эти многобожники из числа джинов и людей, «Свидетельствуем мы против самих себя о том, что твои посланники довели до нас твои знамения и предупреждали о дне суда, но мы не поверили им. И обольстила, завлекла их, этих многобожников, земная жизнь, ее прелести, и засвидетельствовали они против самих себя, что были они неверующими. Это то, что мы отправляли посланников, которые предостерегали о наказании за неверие и грехи, потому что Господь твой, о Пророк, не таков, чтобы губить селения по несправедливости, когда обитатели их были беспечными, когда до них еще не дошел призыв к истине. И у каждого, и у повинующегося Аллаху, и у ослушника есть ступени по тому, что они делали, и Господь твой не небрежет тем, что они, его рабы, делают. И Господь твой, о Пророк, богатый обладатель милосердия, если он пожелает, то уведет, погубит вас и сделает наместниками на земле после вас тех, которых он пожелает, подобно тому, как он произвел, создал вас из потомства других людей, из потомков ваших предков. Поистине, то наказание за неверие, что вам о многобожнике обещано, непременно наступит, и вы не будете в состоянии ослабить его наказание, не сможете избежать его. Скажи, о Посланник, «О народ мой, действуйте так, как вы считаете правильным, по своей возможности, насколько вы можете, и поистине я тоже буду действовать, как повелел мне мой Господь». И вскоре вы узнаете, у кого будет достохвальный итог в обители вечности. Поистине, не обретут успеха, довольства Аллаха и рая притеснители, неверующие. И устроили они, многобожники, для Аллаха из посевов и скота, что он сотворил долю, и своим божествам тоже устроили долю. И сказали, «Это часть для Аллаха, по их утверждению без довода, а это часть нашим сотоварищам, ложным божествам». И то, что бывает для их сотоварищей, это не доходит до Аллаха, а то, что для Аллаха, то доходит до их сотоварищей. Как плохо, неправильно они рассуждают. Катада сказал, «Если выдавался неурожайный год, многобожники ели ту часть, которую сами предназначали Аллаху, а часть, назначенную для идолов, не трогали». И так, как шайтаны представили многобожникам выделение части урожая для Аллаха и для ложных богов, их сотоварищи, шайтаны, разукрасили многим из многобожников убиение своих детей, чтобы погубить их, чтобы убийцы родителей впали в губительный грех и затемнить, сделать неясной им их веру. А если бы Аллах пожелал, то они не сделали бы этого. Оставь же их, о пророк, и то, что они измышляют, ложь, которую измышляют на Аллаха. И говорят они, многобожники, это скот и посев, запретный для людей, посвященный только божествам. Не питается ими никто, кроме только того, кому мы, служители идолов, пожелаем позволить их есть, по их утверждению, без довода. И так же есть скот, спины которого запретны, они запретили ездить на них. И скот, над которым они, при заклании, не упоминают имя Аллаха, измышляя ложь на него. Вскоре воздаст он им за то, что они измышляли. И сказали они, многобожники, то, что в утробах этих, объявленных запретными, животных, что рождается от них, то дозволяется исключительно только нашим мужчинам, и запрещается нашим женам. А если оно, родившееся животное, будет мертвым, то они в этом являются соучастниками, едят все вместе. Воздаст он им, многобожникам, за их описание, за измышление дозволенного и запретного, ведь поистине он мудрый и знающий. Уже потерпели убыток те, которые убили своих детей по глупости, без всякого знания, не зная того, что Аллах является дарующим удел и им, и их детям. И запретили они то, что Аллах даровал им, некоторых животных, измышляя на Аллаха ложь. Вот уже они заблудились, и не были они идущими верным путем. И только он, Аллах, тот, кто произвел, создал сады, которые растут на подставках, виноградники, и которые растут без подставок, стоят на своих стволах, пальмы и посевы с различными плодами, и маслину, оливковые деревья, и гранаты, которые похожи на вид и не похожи на вкус. Вкушайте плоды их, когда они дадут плоды, и давайте должное, обязательную милостыню с плодов, во время сбора урожая, но не расточительствуйте, придерживайтесь умеренности при еде, выделении милостыни. Поистине, он не любит расточительных. И создал он, некоторых из скота, для перевозки грузов, больших, как верблюды, и предназначенных для еды. «Ешьте из того, чем наделил вас Аллах, сделал дозволенным и даровал, и не следуйте по стопам сатаны, запрещая то, что разрешил Аллах, ведь поистине он сатана, для вас явный враг. Он создал и дозволил для вас из скота восемь парных особей, из овец две, и из кос две. Скажи, о пророк, этим многобожникам, самцов обоих запретил он, а многобожники, или обеих самок? Или же он запретил то, что заключают в себе утробы самок, что они будут тоже запретными, когда родятся? Поведайте, объясните мне сознанием, которое указывает на достоверность того, чего вы придерживаетесь, если вы правдивы в том, что приписываете вашему Господу. «И он создал, дозволил для вас, из верблюда вдвое, из коров вдвое, скажи, о пророк, этим многобожникам, самцов обоих запретил он, о многобожники, или обеих самок? Или же он запретил то, что заключают в себе утробы самок, что они будут тоже запретными, когда родятся? Или же вы были свидетелями, когда Аллах завещал вам это, такой вид запрещения? И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измышляет на Аллаха ложь, чтобы сбить людей с истинного пути, без всякого знания? Поистине, Аллах не ведет истинным путем людей, которые являются притеснителями. Скажи, в том, что дается мне откровением от Аллаха, я не нахожу запретным запитающегося то, чем он питается, если только это не будет мертвичина, животное, которое умерло, не будучи зарезанным, или вытекшее из животного кровь, или мясо свиньи, потому что это скверно, или если это заклание, было непокорностью Аллаху, когда животное было заколото ради кого-то, кроме Аллаха. Кто же будет вынужден есть запретное в голоде, чтобы не умереть, не проявляя желания, не испытывая наслаждения и не наедаясь, и враждебности, не выходя за пределы того, что Аллах дозволил, то ведь Господь твой прощающий и милосердный. А тем, которые стали иудеями, мы запретили из животных и птиц, всех имеющих цельное копыто, или лапку, верблюда, страуса, утку и гуся, а из коров и овец запретили мы им чистое сало, кроме носимого их хребтами или внутренностями, которые находятся на спине или вместе с внутренними органами, или того, что смешалось с костями. Этим, таким образом, воздали мы им, иудеям, за их несправедливость, за убийство пророков, поедание ростовщической прибыли, и ведь мы правдивы в том, что рассказываем. Если же они, неверующие, отвергнут тебя, о посланник, то скажи им, Господь ваш, обладатель милости обширной, и не отклонить его мощь, наказание от людей, которые являются бунтарями, многобожниками. Скажут те, которые стали многобожниками, если бы Аллах пожелал, то мы не стали бы многобожниками, и не отцы наши не были бы многобожниками, и мы ничего бы не запретили. Таким же образом, отвергли призыв посланников и те, которые были до них, пока не вкусили нашей ярости, наказание. Скажи им, о посланник, если у вас в отношении того, что вы объявили запретным, или посчитали, что Аллах пожелал вам неверия, хоть какое-либо достоверное знание, если есть, то покажите его нам. Вы следуете в этом лишь только за предположениями, и вы только измышляете ложь на Аллаха. Скажи им, о пророк, у Аллаха есть наисильнейшее доказательство, которое отсекает все ваши измышления. Если бы он пожелал, то всех бы вас наставил на истинный путь. Скажи, о пророк, этим многобожникам, приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это, то, что вы называете запретным. Если они, приведенные свидетели, и засвидетельствуют, сказав ложь, то ты не свидетельствуй вместе с ними, не признавай это истиной, и не следуй за прихотями тех, которые отвергли наши знамения, запретив то, что Аллах дозволил, и дозволив то, что Он запретил, и которые не веруют в вечную жизнь, и они к Господу своему приравнивают других. Скажи им, о посланник, приходите, я прочитаю то, что Господь ваш запретил вам. Он завещал, чтобы вы ничего не предавали Ему в соучастники, никого, кроме Него, не обожествляли, и к родителям проявляли наилучшие отношения, словами, делами, имуществом. И не убивайте ваших детей от бедности, которая постигла вас. Мы дадим удел, пропитание им и вам. И не приближайтесь к мерзким деяниям, грехам, явным из них и скрытым. И не убивайте душу, которую запретил Аллах убивать. Иначе, как только по праву, как воздаяние за убийство, убийство прелюбодеев, познавших супружество, убийство вероотступника. Это, то, что было перечислено, завещал Он вам, чтобы вы уразумели, задумались, и воздержались от слушания Аллаха. И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе, как с тем, что лучше, пока он не достигнет умственной и физической зрелости. И соблюдайте меру, и устанавливайте весы по справедливости, не обвешивайте. Не возлагаем мы на душу ничего, кроме возможного для нее, никого не обязываем делать то, что ему не под силу. А когда вы говорите при вынесении решения или при свидетельстве, то будьте справедливы, даже если он будет родственником, и завет Аллаха, договор с ним о повиновении ему, исполняйте. Это завещал Он вам, может быть, вы вспомните и возьмете себе назидание. И завещанием Аллаха является то, что это ислам, мой путь прямой. Следуйте же по нему и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от его пути. Это Он завещал вам, может быть, вы будете оттерегаться наказания Аллаха, исполняя его повеление, и сторонясь того, что он запретил. Скажи пророк этим многобожникам, потом мы даровали Мусе книгу, Тору, как завершение моей благодати тем из людей общины Мусы, кто искренне благодетельствовал и как разъяснение для всего, что относится к вере и исполнению слова Аллаха, и как истинное руководство и как милосердие, причина для обретения милосердия Аллаха. Может быть, они, потомки Исраила, уверуют во встречу со своим Господом. И это Коран, книга, которую мы не спасали пророку Мухаммаду, благословенная, в ней очень много блага, следуйте же за ней, исполняйте повеление Аллаха и удержитесь от совершения запрещенного им и остерегайтесь наказания Аллаха, чтобы вы оказались под милостью Аллаха, чтобы спаслись от вечного наказания в аду. И не спасла ли мы Коран для того, чтобы вам о неверующие из числа арабов не говорить, книга неспослана была только двум общинам до нас, иудеям и христианам, и мы действительно были небрежны к ее изучению, не изучали их книг. Или, чтобы вы о многобожнике не говорили, если бы была неспослана нам книга, как было уже неспослана иудеям и христианам, то мы обязательно придерживались бы истинного пути более чем они. Но уже пришло к вам ясное на понятном для вас арабском языке знамение от Господа вашего и руководство, чтобы следовать прямым путем и милость для этой общины. Тогда кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто отвергает знамение Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, которые отвращаются от наших знамений злым наказанием, адом, за то, что они отвращались от наших знамений и уклонились с нашего пути. Неужели они, эти многобожники, ждут чего-то иного, кроме того, что придут к ним ангелы, чтобы наказать их или забрать их души, в такое время, когда им не поможет их покаяние, или придет твой Господь в день суда, чтобы вынести свое решение всем своим рабам, или явятся некоторые знамения Господа твоего, признаки начала дня суда. В тот день, когда явятся некоторые знамения Господа твоего, не принесет душе пользу ее вера, раз она не уверовала раньше или для верующей души уже не будет пользы от праведных дел, если она не приобрела к своей вере доброго до этого, с появлением признаков начала дня суда благие деяния перестанут записываться. Скажи им, о пророк, ждите наступления этого, и мы тоже будем ждать. Поистине те, которые разделили свою веру после того, как были вместе на единобожии и исполнении закона Аллаха и стали партиями, ты, о пророк, нисколько не из их числа, их дело, решение относительно них, к Аллаху, потом он возвестит им о том, что они делали, и воздаст в соответствии с их деяниями. Кто в день суда придет с добрым делом, для того будет дано наградой десять подобных ему, и кто придет с плохим делом, потом будет воздано наказанием, только подобным ему, наказание не будет добавлено, и они не будут притеснены, воздаяние будет справедливым. Скажи, о пророк, этим многобожникам, поистине, Господь повел меня к прямому пути, правильной верой, общиной пророка Ибрахима, Ханифа, единобожника. И не был он, пророк Ибрахим, из числа многобожников. Скажи, о пророк, этим многобожникам, поистине, молитва моя и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть посвящаются Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварища, равного ему, ни в господстве, ни в именах и описаниях, ни в божественности. И это, единобожие, мне повелено, и я первый из предавшихся Аллаху из моей общины. «Скажи, о пророк, неужели другого, нежели Аллаха, я буду искать Господом, в то время, как Он является Господом всего? И каждая душа приобретает грехи только против самой себя, и не понесет несущие ноши другой, ни на кого не будет возлагаться грех другого. А потом Господу вашему предстоит ваше возвращение в день суда, и Он возвестит вам о том, в чем вы расходились, во мнениях, вопросах веры и поклонения. И только Он, Аллах, Тот, Кто сделал вас, о люди, преемниками, сменяющими друг друга поколениями, на земле, и возвысил одних из вас над другими, по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он вам даровал, будут ли благодарны Ему или нет. Поистине, Господь твой скор в наказании, неверующих послушников, и поистине, Он, конечно же, прощающий, по отношению к тем, кто уверовал в Него, совершал праведные деяния и обращался к Нему с покаянием и милосердный к Ним. Субтитры сделал DimaTorzok